Дмитрий Константинович, Вы сейчас внимательно вникаете во все городские дела. Скажите, какие-то открытия Вы для себя сделали, особенно с учетом того, что Вы уже, мягко говоря, не передал депутат? Я не сделал особо открытий, я же четыре года работаю как депутат в городской думе, и в принципе ситуация в общих чертах была мне понятна. Я сейчас вникаю в общие черты, сейчас меня интересуют детали, я вникаю в детали. В детали не то чтобы открытие, я узнаю для себя много нового. Это не является открытием, не является чем-то неожиданным, я ожидал увидеть те вещи, которые сейчас вижу. Безусловно, нового узнаю много. Хорошо, но вот, скажем так, у граждан, у комсомольчан много вопросов вызывает сама вот эта массовая, скажем так, продажа, акционирование предприятий, которые еще недавно были муниципальными. Вот как Вы считаете, насколько вообще история обоснована? Насколько мы помним, я просто вспоминаю, что во времена Владимира Петровича Михайлова Румов городской бюджет приносила денег на уровне амурметалла. Александр, а почему комсомольчан не вызывают вопросы массовое разорение муниципальных предприятий? За последние несколько лет прошло массовое разорение муниципальных предприятий. То есть муниципальные предприятия поставлены на колени, те, кто остались, а остальные просто завалены на бок и зарезаны. Они прекратили существовать вообще, люди выброшены на улицу вообще. Функции, которые они выполняли, ну тоже там травмпарк давайте возьмем, да, травмайное управление, автобусный парк. Эти функции выполнять теперь некому, просто некому, предприятия исчезли с рынка. Мы говорим про продажи, хорошо продажи, а уничтожение предприятий. Давайте на это посмотрим. Благоустройство уничтожено, сах поставлен на колени. Песок саха продается куда-то, не понять куда. Бесплатно продается, заметьте, аффилированным компаниям. Асфальт запустили АБЗ, который продавался только через аффилированную компанию, а не напрямую АБЗ. Аффилированная компания продавался поселим за ниженную цену или взаимозачетами, за не понять что. Сейчас идет продажа предприятий оставшихся. То есть поставлены те предприятия, которые остались, это РУМА, Хлебзавод, которые еще кое-как функционируют. Сейчас идет их продажа, причем продажа по очень сильно обесцененным ценам. Как это происходит? Обесцененные цены, я вам скажу, как они возникают. Предприятие Хлебзавод работало десятки лет, с советских времен работало, жесточайшие кризисы пережило. Все пережило. Вот последние несколько лет последнюю команду пережить не смогло. Вдруг стало резко убыточным. Резко. Резко всем должно, никогда не было должно. А тут всем должно стало. Отрицательный баланс, резко отрицательный. И не нужно оказаться на городе это предприятие. И рынок, оно уже не занимает долю свою на рынке. И продукции у них рентабельны. И долгов у них очень много. Единственный выход для нас остается это продать предприятие за бесценок. Одно предприятие, второе предприятие. Я вас перейду тогда. Можно ли связать ухудшение ситуации на этих предприятиях со сменой руководства? Ну а календарного разведывания видите? То есть прошла смена руководства, прошло ухудшение состояния этих предприятий. Но это совпадение. Вы знаете, меня отец в детстве учил, что когда что-то происходит один раз, это случайность. Два раза, ну может быть это совпадение. Но когда три раза, это система. Это система. И это все носит системный характер, то, что у нас сейчас происходит. Если системный, я рискну предположить, что это носит умышленный характер. Либо полная безграмотность, абсолютное невладение, неумение управлять ситуацией. Либо системные решения направлены на создание того, что мы сейчас имеем. На уничтожение городской инфраструктуры и городских предприятий. Ну хорошо. Вы на самом деле такие страшные вещи рассказываете, но мне все время интересует вопрос денег. На место уходящих муниципальных предприятий часто приходят полновые владельцы, которые даже не зарегистрированы у нас в городе. Они платят налоги где-то там. Возьмем то же самое автотранспортное предприятие, которое на дорогах заменило пять звезд. Хабаровское предприятие. Опять же, налоги платятся там же. Но ведь это же на самом деле не просто убийство предприятия, но это без крови города же еще, по сути дела. Да, но давайте посмотрим с другого аспекта. Стало ли лучше людям? То есть налоги, понятно, это право любого бизнесмена регистрироваться там, где он хочет. И работает там, где он хочет. Есть определенные ограничения, накладываемые законодательством. То есть регистрируя все работы, он должен открыть, если у него в комсомольске люди работают, он должен открыть здесь территориальный филиал какой-то и платить все-таки, по крайней мере, НДФЛ здесь. Но это в правовом поле. Давайте посмотрим другое. То есть уничтожили предприятие. А вот людям, комсомольчанам, им как? Им лучше стало? Хорошо, если убрали одно, завели что-то лучшее. Пусть он налоги платит там, где хочет. Это его право. Но стало лучшее обслуживание. Стало там, какие-то маршруты появились, да, новые. Решились проблемы маршрутов на отдаленных районах. Ну, не решилось. Усугубилось. Хуже стало. То есть деятельность, которая хуже, ее можно назвать созидательной? Если вот в результате твоей деятельности, ну, что-то становится хуже. Нет. Это разрушительная деятельность. Случайность, ошибка. Ну, почему они последовательные? Почему раз за разом, ошибка за ошибкой, которые ведут к разрушительной динамике? Ну, уже не случайность. Угу. Хорошо. Дмитрий Константинович. Ну, у меня тогда такой вот несколько провокационный вопрос. Вот он родился у меня буквально прямо сейчас. Вот у нас в эту субботу открылась аллея маршалов, где среди прочих установлена фигура Иосифа Иосифовича Сталина. Ну, и скажем так, в благосфере нашей местной часть аудитории откровенно уступала против этого факта. Против какого факта? Что Сталина, что Сталина там поставили. И в то же время большинство горожан, которые пришли на открытие, они всячески поддерживали, особенно это было видно у людей старшего поколения. И вот, может быть, люди, глядя вот на такие истории, как вот мы сейчас с вами обсудили, они вот вспоминают того руководителя, который все-таки сажал вот этих преступников на самом деле. Знаете, я большой поклонник Иосифа Фиссарионовича, на самом деле, действительно большой поклонник этой безыронии, это объективно так. Наш город, наш город возник благодаря ему. Только благодаря ему. Почему возник наш город? Экономически он нецелесообразен. То есть, в принципе, если рассматривать модель экономики, модель рыночной экономики, наш город нецелесообразен, он не имеет права существовать. Но он возник, потому что необходим стране был город Комсомольск-Намурь. Сейчас мы видим, город находится в упадке по одной простой причине. Нету социально ориентированной экономики. При Сталине социально ориентированная экономика была. При Сталине была крепкая национальная валюта, была, обеспеченная золотом, была. Самодостаточность была, независимость была, рубль ценился везде. Заметьте, что если вы посмотрите даже экономическую модель развития страны, которая была при Сталине, то есть, что бы там ни говорили, Комсомольск строился на рабском труде, да, труд заключенный, ну абсурд. Ну не может город быть построен на рабском труде. Ну не может экономика развиваться на рабском труде. Эта история уже доказана, что рабский труд это одна из самых неэффективных моделей развития экономики. Не может быть развития при этом. Там другая причина была. В то время в обществе был определенный запас пассионарности, который сейчас куда-то исчез. Вот он просто прекратил существование. А почему исчез? Задайте себе этот вопрос. Ответ очень простой. Потому что пассионарность, она в людях возникает как какой-то отзыв, что ли. Как обратная реакция. Когда люди видят, что государство ориентировано на них, забота государства, ну в первую очередь направлено на людей, не на какие-то интересы. Соответственно идет реакция людей. Люди работают на это государство. Они понимают, что это их государство. Они понимают, что это их родина. Эти слова, смысл новый обретают, понимаете? То есть вот сейчас спросите у человека, родина, не родина. То есть уедешь? Родину любишь, да, люблю. А уедешь с родиной? Да с удовольствием. Вот где это понятие родина? Нет. Ну вот я почему-то спросил. При кажущихся ужасах сталинской экономики, я в свое время с удивлением узнал, что там было, по сути дела, многоукладное. Были частные предприятия и кооперативные. А какие ужасы сталинской экономики вы видите? Я говорю там, это то, что нам говорят так называемые либералы. Я с удивлением в свое время узнал, что у нас, оказывается, в Комсомольске в годы войны работала как частная мастерская по выпуску елочных игрушек. Там где-то война идет, у нас в городе работает частник. Потом я с удивлением узнал, что частные предприятия изготавливали вооружение в годы войны. И там директора получали звания, грамоты. И все было прекрасно. Это все было разрушено. Никита Сергеевич и Хрущев. Я вот не к тому. Я просто, скажем так, был спрос. О том, что было хорошее, мы сейчас вспомнили. Но ведь на самом деле же и спрашивали за это, если кто-то совершал какие-то неблаговидные поступки, которые вели к разрушению экономики. Люди же за это платили, в том числе и жизни. Ну так и должно быть. Разве это несправедливо? Разве это неправильно? Что вас смущает в этом? Люди должны платить. Люди должны отвечать. Должна быть норма ответственности, мера ответственности какая-то. Мы сейчас подошли к странной ситуации, когда никто ни за что не несёт никакой ответственности. То есть что ты не сделаешь на своём посту? Как ты не разрушь? Как ты не уничтожишь всё, за что отвечаешь? Тебе не будет никакой ответственности. Ты лично ответственности несёшь. Всё будет списано на объективное обстоятельство, в худшем случае на твою ошибку, на которую ты имеешь право. А имеешь ты право на неё? На эту ошибку. В то время не считали, что кто-то имеет право на эту ошибку. И именно по причине, что так не считали, страна из отсталой аграрной страны превратилась в передовую индустриальную державу. В передовую индустриальную державу, где во главу угла был поставлен человек, трудящийся. Вы посмотрите, что рабочий день, отпуска, та же самая ипотека. Ипотека выдавалась на 12 лет под 1%, ну во времена Сталина, если мы говорим, под 1% выдавалась ипотека. Все механизмы, которые сейчас есть, они были, они работали, только они были социально ориентированы. Ну элементарно, посмотрите продукты питания, да, вот вы возраст, я думаю, вы еще помните советскую пищевую промышленность. Но эта разница была колоссальна, вот то, что у нас сейчас происходит, то, что у нас лежит в этих красивых фантиках, да, и то, что было тогда. Просто по качеству. Почему? Причина очень простая. Если вот то, что мы сейчас привыкли видеть в красивых фантиках, появилось бы на прилавках тогда, производители уничтожили бы просто, просто уничтожили бы за то, что он уничтожает свою страну. Население своей страны. Вредит здоровью. И была ответственность у людей. Люди понимали ответственность личную за все, что они делают. Дмитрий Константинович, ну вот мы живем сейчас не во времена Сталина, мы живем конкретно в Консомольске-Намуре. Как вы считаете, вот можно исправить вот ситуацию у нас в городе? В отрыве от страны? А что вы имеете в виду исправить? Ввести личную ответственность? Я имею в виду экономику, заставить администрацию более эффективно работать. Потому что мы имеем пример того же Татарстана, где, скажем так, он движется. Во многом там еще советские методы, но он движется, развивается. Там у него, понятно, есть свои нюансы, но тем не менее. Вы задали вопрос, на который нет однозначного ответа. То есть нельзя однозначно сказать, нет, у нас это невозможно. И расписаться в полной беспомощности. Ну, нельзя. Ну, почему невозможно? Есть какие-то пути, ими надо идти, двигаться. И эти пути дадут результаты в той или иной степени. Обязательно дадут. Нельзя также сказать, что это не проблема. Конечно, можно. То есть тоже так сказать нельзя, потому что это проблема. Это серьезная проблема. Есть определенная культура взаимодействия административных органов. Есть, в конце концов, в обществе уже сложилось определенное отношение, определенная культура. Негатив определенный сложился, кстати сказать, заслуженно сложился. И от него тоже куда-то уйти надо. То есть этот негатив внутри общества, он не способствует развитию, не способствует созиданию. Все же надо понимать, что в эпоху, если мы уже заговорили о Сталине, что в его эпоху общество развивалось во многом благодаря единству. Единство было осознанное. Не заставляли, не принуждали к этому. Люди шли к этому, потому что хотели, потому что считали это правильно. Потому что видели, что экономика, которую они создают, они создают не для кого-то ее, не для дяди. Она на них же, на самих ориентирована. И на них же и будет работать. И это создавало стимулы создавать эту экономику, формировать ее. Ну хорошо, но вот вы сейчас видите какие-то шаги, которые нужно сделать на уровне главы города, чтобы начать движение в ту сторону? Вы знаете, вот эти шаги, это не программа последовательных сорока шагов, грубо говоря. Эти шаги будут возникать каждый день. Здесь просто надо разумно подходить ко всем вопросам на своем рабочем месте. Это не какой-то конкретный шаг, что вот есть у тебя программа, сделай вот это, вот это, вот это, и у тебя будет все хорошо. Не существует такой программы. Уже говорил ранее в других интервью. Этой программы в природе нет. Если кто-то заявит, что у него эта программа есть, он либо ничего не понимает, либо откровенно лжет и занимается популизмом. Ну не зря же говорил, дьявол кроется в деталях. И вот вот эти детали в мелочах, если быть точным. То есть дьявол кроется в мелочах. А вот эти мелочи, вот они самые важные на сегодняшний день. И вот эти мелочи, они возникают, вот ежедневно ты начинаешь свой рабочий день, и у тебя идет тысяча мелочей, тысяча принятий решений. Там развилок, туда пойти, направо, налево, прямо или еще куда-то. И вот когда ты попадаешь на эти развилки, ежедневно, ты просто должен на них, на этих развилках принимать разумное, здравое, смысленное решение. Чтобы правильно пойти здесь направо, здесь налево. Потому-то, потому-то, потому-то. Аргументированно. А вот здесь так поступить. А вот здесь всегда вот так поступать. И никогда по-другому. Потому что это правильно. Ну, все, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok